Вербное воскресенье – народное название церковного праздника входа Господня в Иерусалим перед его распятием. Согласно канону, в этот день Иисус Христос прибыл в святой город, а местные жители устилали его путь ветвями финиковой пальмы. В наших широтах их заменили на вербу, она первая оживает после зимы. В имя Отца, и святого Духа, аминь. Для жителей деревни Железники сегодня не просто большой праздник, это возможность осветить его символ в своем собственном храме, что еще совсем недавно казалось несбыточной мечтой. Это надо было фотографии видеть, какой был храм до реставрации. Почти в очень плачевном состоянии, заколотили окна тут, чтобы дети не лазили. От построенной в 19 веке церкви, пережившей Великую Отечественную, а затем и Чернобыльскую трагедию, оставались только стены, до тех пор, пока за святыню не взялся один московский бизнесмен. Это первое, что Сергей Короткевич решил сделать для своей малой родины. Для меня это было как бы влить, вдохнуть мою деревню, которая была умирающая, вдохнуть истоки жизни, чтобы когда я перед своими детьми, перед своими внуками открывал паспорт и спрашивал, папа, а где ты-то родился там или дедушка, то я мог сказать, что да, я родился в такой деревне. Эта деревня не только на Кальций существует, но она живет. Здесь жили его родители, здесь вырос и он сам. Отсюда и такая любовь к этим местам. Поездки в Министерство культуры за разрешением на строительство, тонны стройматериала и реставрация, которая растянулась на годы, но подарила людям надежду. Люди с возраста начинают понимать, что если добрых дел не делаешь, то смысл жизни на земле, нет смысла жизни на земле человека. Поэтому люди решили оставить добрый след по себе, постарались деревне помочь, родной. В народе, где храм, где молитва, там водят жизнь всегда. После того, как шатры церковных куполов снова заискрились золотом, железники потянулись верующие со всех уголков Гомельской области, а также из Минска и Москвы. Почувствовали сердцем, что здесь что-то хорошее. Я бы хотела, чтобы сюда все приезжали, потому что здесь действительно большая помощь. Мы приезжаем, на неделю набираемся энергии и уезжаем. Приятно, что не забросили ни деревню, ни храм. Спасибо. Сейчас хоть домики редкие, но они жилые, дорога. Ну, то есть, ну, жизнь. Вместе с храмом ожила и сама деревня, которую теперь не узнать. После Чернобыля это были сплошь заброшенные дома и покосившиеся заборы. Сегодня здесь строят коттеджи. На деньги мецената провели воду и газ, отремонтировали дороги. И в некогда умирающий поселок стали возвращаться люди. Раису Петровну сначала забрали к себе дети, но она попросилась назад. И теперь они сами проводят у нее все выходные. Конечно же, им хорошо, что они на озеро пойдут. Вот что и рыбку ловить, на озеро ловить. Интересен этот край будет и туристам, пообещал бизнесмен. По соседству с домами строится агротуристический комплекс, летнее кафе, гостиница, парковая зона, домик охотника. И еще много чего интересного. Учитывая, что сельским хозяйством заниматься нельзя, то есть деревня, она была до 15 кюри, она ограничилась частью зоны, где, соответственно, вообще жизнь нельзя, сельское хозяйство. И поэтому мы определились, что, ну, чем-то народ надо, чтобы занимался. Мы определились строительством прудов для разведения рыбы. Тем более бизнес у населения активно помогает государство. А чтобы привлечь внимание, собираются обустроить древние городища. Археологический памятник эпохи раннего Железного века. Дома восстанавливаются, озера почищены. Вот, инфраструктура будет развиваться. Я думаю, что людям от этого только лучше будет. Вот и Елена Савченко никак не нарадуется. Она родная тетя предпринимателя из Москвы. Сергей, говорит, знает спеленок, поэтому все его поступки ей понятны. У него сердце очень доброе, он жалостливый, ну, вот готов помочь. Ну, были трудности сразу, знаете, но все, слава Богу, у него получилось. Хотя сначала к идее возрождения деревни сами жители, которых здесь всего чуть больше 20, отнеслись скептически. Не понимали и не верили в будущее этих опаленных Чернобыля мест. Сегодня участвует каждый. К примеру, разводить рыбу в прудах собираются всем селом. Сам Сергей приезжает редко, в Москве большой бизнес. Но, главное, душой он всегда здесь, на своей малой родине. На которой сейчас живут с верой во спасение и стараются не пропускать ни одну церковную службу. Считается, что освященная верба будет весь год приносить счастье и удачу. Максим Вечерков, Владимир Пятенев. Контуры. Гомельская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова